Доброе утро всем ребята, Миланку отвела в садик, сейчас буду готовить завтрак, смотрим с Ликой, но я смотрю передачу Жить здорово, смотрю ее редко, но что-то пришла домой, Миланку отвела в садик, Лик почему-то смотрела вдруг эту передачу, я смотрела контрольную закупку. А, вот, и как ты себя чувствуешь? Ты померила температуру? Да, сколько? 37-3. Ну, сейчас покушаем, выпьем, там лет делается, сейчас покушаем таблеточку выпьет, и будем надеяться, что ну уже лучше, да, уже с меня ночью не поднималась особо температура. Вчера вот перед сном была небольшая температура, мы с меня решили еще отсидеться дома, а завтра я посмотрю, да, как пойдем, не пойдем в школу, в общем, будет видно. В улице очень хорошая погодка, вот это, вот это, вот это, просто... Пробовала мороженую с кефиром. Фу, Лик, ты чего птицем портишь? Рецепт такой, что делать? Так, ладно, я пошла делать завтрак, делаю омлетик и делаю очень вкусный салатик, как вчера я делала салатик, вот такого плана я и делаю. Уже порезала сюда крабовые палочки, огурчик свежий, и добавила кукурузку консервированную, и добавила еще сейчас чуть-чуть авокадо. Теперь нужно будет порезать капусту пекинскую, и вместо майонеза добавляю сметану, чуть посолю, и, в принципе, наш салатик уже готов. Здесь у меня делается омлетик, сейчас поставлю чай, и так, уже надо перевернуть, кстати, омлет. Мы садимся завтракать, я уже сделала завтрак. Упс, Лика салатика, ну, такую маленькую порцию. А что, не надо? Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами, сейчас сделаю чаек, и будем с Ликой пить чай. У нас есть круассаны, есть пастила очень вкусная, да, еще есть, я думала, съели. Всем приятного аппетита. Вы посмотрите на этого наглого котяру. Она еще и тарахтит так. Э! Мы сейчас будем пить кофе с мороженым. Это у нас еще осталось мороженое с лесными ягодами, и вот чуть-чуть осталось с орешком и кленовым сиропом. Лика тоже выпросила, но будет запивать теплым чайком, да, Лик? Да. Али, кофе, что ты будешь? Кофе. Что ты, это, подсела последнее время на кофе, тебе так не кажется, третий день подряд кофе просит? Пусть тут много молока, но все же. Еще мы сейчас зашли в пятерочку, я взяли вот такие вот сосиски, папа себе варит, спагетти и вот такие сосиски. Вообще, я зашла, у нас в пятерочке аптека, и я зашла вообще-то за кремом для лица и тела, и потом покажу, какой я купила крем, и вот захватили сосиски с собой. Почему вот ягодное мороженое, оно не замораживается так, как замораживается? Да, кстати, оно всегда такое не подмершее. Может быть, из-за ягод вот оно и как-то не замораживается. Но оно как-то живое, может быть, из-за этого? Не знаю. Что-то там. Ну, в общем, мороженое. Послушай, может, он что-то тебе расскажет. Кто? Он уже живой? Да, поговори с мороженым. Привет. Нет. Молчи. Слушай, а ты себе много мороженого, Олег, положила. Это так не кажется. Я же с чаем пью, и у меня кофе не... Ой, кофе не болит. Горло не болит. А может, с кофем я еще не знаю, с чем буду. А на всем, ребята, приятного аппетита. Сейчас я вам покажу, какой я купила крем в аптеке. Фирма Либридер, мне очень нравится эта фирма. Это не реклама, это просто мне этот крем очень нравится. Эта фирма я покупала и с гиалуроновой кислотой, с витамином А и Е. В общем, не знаю, мне очень подходит этот крем, нравится. Это как бы, конечно, индивидуально, но... Ну, так как сейчас очень такое солнышко активно, я решила вот такой вот купить крем с фактором защиты 50, чтобы защищал мою кожу. Этот крем, кстати, чем мне понравился? Он солнцезащитный как для лица, так и для тела. Обогащенный Омега-3,6,9, с термальной водой, влагостойкий. И тут, в общем, различные масла такие хорошие. Восстанавливает кожу этот крем, помогает сохранить увлажненность и комфорт. Его нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце, ну, в принципе, как и любой солнцезащитный крем. По отзывам мне понравилось, что этот крем не оставляет ощущения липкости на коже, потому что на самом деле это очень важно. Я как-то пробовала крема вот именно такие с фактором защиты 50, да, ну, любые вообще солнцезащитные. На самом деле от них такое вот ощущение, ну, прям хочется, в общем, умыться быстрее, потому что кожа очень жирная, становится, то есть такой вот пленка, эффект пленки на лице. Мне это не нравится, но попробую сейчас, не могу сказать на самом деле так ли это или нет, что мне нет ощущения как бы вот этой маски на лице. Ну, по отзывам как бы неплохо. В общем, решила попробовать, посмотрим, что, какой он на самом деле. Пишите, какой крем вам нравится, кто пользуется солнцезащитными кремами. Вообще, конечно, нужно пользоваться солнцезащитными кремами, особенно если у вас активное солнышко, если вы куда-то отправляетесь на курорт, на отдых, да, то обязательно, конечно, нужно. Ладненько, я хочу сейчас навести небольшую уборочку, у нас, в принципе, чисто, хочу протереть полы, свежить, и вечерком, наверное, пройдемся погуляем, да, Лик? Если у Лики не будет температуры, то, наверное, на свежий воздух выйдем, в принципе, кашля, горло, ничего не болит, можно, если температуры не будет, выйти прогуляться. Мы даже думали, если температуры с утра не будет, то Лика пойдет в школу, но у нее утром была небольшая температура, и, в общем, решили еще остаться дома, подлечиться, потому что, ну, уже, как бы, конец четверти, в принципе, оценки в основном все выставлены. Уже по многим, да, предметам повыставляли у вас? Ну, а предметов семь. Ну, вот, уже. Еще девять лет. Контрольные ты написала, да? Да. Вот. Ну, какие-то есть завтра, да, у вас, по-моему, какая-то самостоятельная. Смотрим, что мальчики не прошли. Ну, это как годовая идет или нет? Нет. Ничего, если ты пропустишь. Ну, вот пока в эти дни ничего у вас, никаких контрольных не было. Ну, я не однопроверочный не пропустила. Ну, да, вот не однопроверочный, так что я говорю, ничего страшного, чтобы отлежалась дома. Это лучше, нежели пойти даже с маленькой температурой, но с это проверено. Температура небольшая есть, как-то тоже были какие-то контрольные. Лика не хотела пропускать. Вот у меня, зараза, комару кусил. И пропускать. И пошлась температура, у нее небольшая, она была 37,4, по-моему, такая. Или какая-то, да, я пойду, ничего страшного. И в итоге она, я не помню, ты позвонила, то ли забрать себя плохо чувствовала, то ли мы из школы, когда ты пришла. В общем, у нее в итоге температура высокая поднялась к вечеру, и неделю она провалялась дома. Поэтому мы сейчас уже как-то небольшая температура, уже остаемся дома, подлечиваемся, отлеживаемся, и потом уже вперед в школу. Так что посмотрим, как она сегодня себя будет чувствовать, пойдет завтра в школу или нет. Я сижу тут, чешу комар. Меня укусил. Меня он укусил уже, когда мы были неделю назад. В Пушкин ездили мы. Екатерининский парк. Просто фотки выкладывают до сих пор, когда вылетел. Ну, Лика, да, до сих пор выкладывает фотки. Не все пулеметом выложила в Инстаграм, а так по чуть-чуть, по две, по три, да, фотки выкладываешь. Каждый день. И он меня, короче, уже прошел, и вот все равно бывает так чешется, зараза. Ладно. Я пошла протру полы. Вот. И не знаю, в общем, посмотрим, что как. У нас погода что-то опять затягивает. Видно будет. Лика устала сидеть дома и напросилась со мной пойти за Миланой в садик. В общем, я решила ее выгулять. Да? Что это там на коже? Сжиши. Сейчас зайдем еще в магазин. Миланка попросила. Мы вчера купили ей цветочек, и ей захотелось ухаживать просто цветком, поливать его, в общем, выращивать. И она попросила Леечку, чтобы его поливать. Так что мы сейчас идем за Леечкой, возьмем Леечку и уже за Миланой в садик, да? Да. Так что... Но у нас, конечно, как всегда, Лика попросилась прогуляться со мной. Только вышли, пошел дождь. Мы вернулись за зонтиками. Лике, конечно, нужно было бы остаться дома. У нас не сильный дождь пошел. У меня зонтик есть. Смотрите, какой зонтик. Крутой зонтик. Мы взяли Миланки, да Миланшка в зонтик. Но это был, кстати, я уже как-то говорила. Это был как-то мой. Это был Ликин, да. Это и когда-то я любила Ликс. Ну, даже не любила, а обожала. Ну, ты сейчас иногда смотришь. Ну, смотрю, но не так обожаю. Я тоже, кстати, иногда смотрю. Расскажу всех о мульт. Мне нравится Барби тоже. Как некоторые... Ну, нет. Я тоже люблю иногда мультики смотреть. Может, я люблю. Так, пошли посмотрим Лейку, да. Давай садим Лейку. Нет, Лейку дам. Вот я вижу Лейку. Полома, ну, посмотри, может, еще есть Лейка. Она ж не может быть одна. Вот они смотрели Лейку еще. А, у них нет лысок. Ищи, Лейка, ищи. Миланка кушает мармеладки. Нам в последнее время очень нравятся вот такие вот червячки мармелад. Но они еще бывают... Я взяла мишки, очень вкусные. А, Кока-Кола мне не нравится. Кока-Кола, да, не вкусные. А вот червячки и мишки очень вкусные. Миланка пьет кеферчик. А, Кока-Кола не нравится. Лейка кушает банан. Еще я заварила сейчас очень вкусный чай с разными цветочками, шиповником, ягодками. В общем, сейчас будем, там сам черный чай, сейчас будем кушать вот бутерброды. Колбаску взяли, сыр. Я с ней взяла вот такой вот хлеб с капустой и морковью. Такой вкусный, в принципе, хлебушек. Лейк, наливай. На последний звонок вообще-то куда-то идете? Нет. Вообще никуда не идете? Нет. С классом, нет? Не собираетесь? В кафе, там, в кино. Миланка, ты куда, покушала уже? Угу. Да? Пошли ручки, по-моему, подожди. Короче, с классом никуда вы на последний звонок не идете, да? Нет. Понятно. Сами, да, пойдем отмечать? Да. Ну, главное поправиться. Фламинго пойдем покупать. Лика хочет фламинго. Крюк самим. Завтра Лика, наверное, в школу не пойдет еще, подлечимся. Вот, а дальше видно будет. У вас сегодня что там, никаких контрольных? А, по-английскому, да, ты говорила. Была контрольная? Ты говорила, должна быть контрольная? Нет, я перенесла на вторник. На вторник перенесли? По другим предметам тоже, да, ничего? Нет, по другим предметам просто сидели в телефонах. Подожди, пошли руки в телефонах. В телефонах? И вообще ничего не делали, в общем, халяву. Просто сидят, время убивают просто. А все ходят или нет? На халяву, наверное, все ходят? На халяву все ходят. Что там, вы играете в телефонах, кто чем занимается, да? Да. Нет, ну, тем более, если сейчас вы особо ничего не пишете, никакие контрольные, ни диктанты, уже все позади, поэтому можно лучше дома долечиться. Уже все позади. Лучше дома долечиться, да? Милана сейчас уже пойдет отдыхать. А-а-а, у нас пошел сильный дождь на улице, очень сильный дождь на улице. Но, в принципе, по прогнозу так оно и должно было быть. Будем надеяться, что прогноз совпадет и с завтрашним днем, и у нас будет хорошая погода. Завтра дождь. Как? У меня в телефоне погода. Дождь в телефоне. Ой, в интернете. У меня в телефоне хорошая сутра погода. Хорошая. Сегодня стоит вечером дождь, а завтра и послезавтра хорошая погода. Как я не люблю этот дождь. Ну, еще ночью, когда он идет, когда не нужно никуда выходить, в принципе, нормально, пусть идет. Пусть идет, так уж и будет. Да. А днем, утром, когда куда-то нужно идти, идет дождь не очень, конечно. Айс. В общем, буду я сейчас Лику выгонять от компьютера. Не. Да. Выпила таблетку? Не. Вперед. У Лики вот к вечеру чуть-чуть поднялась опять температура. 37,4. Да, 37,5. 37,4. 37,4, по-моему. Мне кажется, 37,4. Ну, в общем, по-любому завтра она будет дома, потому что не стоит идти с температурой. Пусть она не высокая, но все же. На этом наша Лаксиня заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был с ней с нами. Не болейте, заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. Пока-пока.